Музей пиратского лора Тогда официально... А, их теперь официально запретили Однажды я тут футболку выиграл на лужайке Какая-то Карла там жила Все, что ли? Нельзя больше взаимодействовать Привет Добро пожаловать в музей пиратского лора в острове Резни Я Конрад, здешний и куратор, и экскурсовод А также редактор пиратского вестника Вот моя визитка Спасибо В этом музее собрана самая большая коллекция пиратской атрибутики на Карибах Ну или, по крайней мере, на острове Резни Происхождение каждого экспоната было тщательно изучено И проверено по фактам мной и моей команды Можешь тут все осматривать Спрашивай, если возникнут вопросы Круто Пошутить про крюк Этот гроб кажется знакомым, ну-ка Какой милый гроб Который с веслом, да? Я купил его у Вуду-леди в городе Он сильно отсырел, но у меня получилось его восстановить Именно в нем один известный капитан смело сбежал из турецкой тюрьмы Вообще-то отсырел он во время плавания по болотам острова Коросты А это вряд ли А это вряд ли Турецкой тюрьмы на острове Коросты нет и в помине Я просто пытаюсь помочь Спасибо, у меня все под контролем Еще раз спросить Скажи мне снова про крюк Он был использован от определенного, знаменитого капитана В... Ясно Это левый крюк или правый? Он когда-то принадлежал жуткому пирату Мясному крюко Говорят, он был амбидекстером И он жил прямо тут, на резне Походу, это все то, что имеет отношение к приключениям Гайбраша Просто из прошлых серий Но я не уверен Но у меня есть такое четкое чувство Что сейчас именно к этому нас толкают Расскажи мне об этой деревяшке Это самая настоящая доска с золотой лани Ее сам Фрэнсис Дрейк подписал Что это за горелая штука на стене? А, это? Мда Неотправленное любовное письмо, написанное Элейн Марли Когда она была на посту губернаторше нашего острова Что? Элейн? Адресатом значился некий зайка-воравайка Так это же я! Очень трогательное письмо К сожалению, я слишком близко поднес свечу Что там было написано? Расскажи немедленно Ой, ну знаешь, любовная всякая муть Если честно, то я и слова оттуда не помню Но очень трогательно Большое спасибо Поговорить с охранным попугаем Внушительный такой попугай Интересно, сколько рук он уже склевал? Чем ты его кормишь? Ворами в основном Возьму на заметку В чем ценность этой деревянной ноги? Она принадлежит печально знаменитой Петти деревянной ноге Она в ней запасную саблю хранила на случай плена К сожалению, по той же причине Ее сейчас нет с нами Этот попугай на работе Не стоит его отвлекать Ну ладно Что расскажешь про этот плакат розыск? Самый раннеизвестный плакат о розыске капитана Кейт Капсайз Ты только посмотри, насколько грозная она была Сколько там преступлений перечислено Впечатляет У коллекционера с острова Фарта достал Вообще-то это все мои преступления Тогда я был прям-таки врагом государства на острове Фарта Я прилепил лицо Кейт поверх Чтобы ее в тюрьму посадили Ха, до этого вопроса не может быть В мире нет настолько жестоких людей Ты что, мне не веришь? Тут дело не в вере Ну да ладно, это не важно Блин, какие-то спойлеры Там внизу, короче, появлялось сообщение Спойлер, спойлер Ну, я что-то не выкупил Что под этим подразумевается О, кстати, нам вот эта штука будет нужна Это же та самая, типа Волшебная повязка В которой нас никто не узнает Но она, типа, без магии пока Что это за расплавленный кусок металла? Раньше это кружка была Но она расплавилась под воздействием какой-то кислоты Ее нашли в тюрьме на Остоверезне Много лет назад После того, как оттуда сбежало Примерно 20 пиратов Эй, да это же моих рук дело Мне приходилось переливать грок Из кружки в кружку Потому что он их разъедал А, внимание, спойлер У меня с собой была целая куча кружек И я жонглировал ими От самого скамбара до тюрьмы Все для того, чтобы убедить Отиса вступить в мою кружку Не самое лучшее мое решение, если задуматься О, это довольно дикая история Я говорю правду Уверен, так оно и есть Она просто не ляжется с официальными записями И поэтому ее трудно чем-то подкрепить Подкрепить? Да у тебя тут непосредственный свидетель Показания свидетелей всегда поразительно неточны Человеческая память склонна перевирать и достраивать Твоя тоже точно этим не страдает Моя нет, на моей стороне факты Что расскажешь об этой повязке? Это гордость нашей коллекции Она принадлежит капитану Джону Лани Пирату с тысячей лиц Утверждает, что в ней была магия вуду, которая помогала ему при маскировке Правда, я ее надел И ничего не произошло На нем очень мелко что-то написано Оха Витрина закрыта Ну, мы уже знаем, что делать в таком случае Где наша Лупа Монокль Циферки видно получше, но все еще не разобрать Да ладно, а что еще нам может понадобиться в таком случае О, визитка Пиратские времена, редактор Конрад Ли Готов издавать ваши непризнанные гениальные труды А, что-то не так? Да я просто стекло протирал Хорошо, но ты там аккуратно Охранные попу... Охранные попугаи натасканы на нападение А, интересно Глазная повязка капитана Джона Лани Пирата с тысячей лиц Окей Какая-то знакомая карта Это четверть оригинальной карты сокровища Большого Пшика Мне дал ее картограф с Нижней улицы Говорят, что он как-то был связан с его поисками Все, чего Уолли смог добиться Это попасться в руки прихвостни Личака Он не так эту историю рассказывал Тебе бы не помешало нанять младшего научного сотрудника О, так я уже нанял Стажера, конечно, чтобы не платить Это же та самая записка, которую оставил Личак, когда похитил Элейн Как ты эту записку достал? Отвечай О, это очень интересно Она была вложена в книгу в библиотеке острова Фарта Это та самая записка, которую пират Кризак Личак оставил, когда похитил губернатора Шоэлейн Марли Я знаю, что это такое Мне ее смотрящий дал, когда я свои три испытания закончил Я был раздавлен, но духом не пал Команду собрал и отплыл на остров обезьяны ей на помощь Не то, чтобы она очень была ей нужна, как потом оказалось Ух ты, блин, а ты прямо всем этим горишь Я и сам вожу модули с друзьями по четвергам Полный абсурд Такое чувство, что вся эта стена увешана вещами из моих приключений А про меня вообще нигде не говорится В этом-то и прелесть музеев Каждый по-своему воспринимает экспонаты Выстраивает с ними личные связи Важные и разные для всех каждого Ну я вовсе не это хотел сказать Да это нормально, можно вообще ничего не говорить Просто слушай, что скажут тебе экспонаты Ладно Так, зайти на склад О, там еще что-то вверху висит Зачем тебе тут эта огромная шестерня? Она из часовой башни у острова резни Ее украли во время пиратского набега примерно 75 лет назад И только недавно нашли в таверне на Синт-Мартене Где ей кукурузу мололи Я обменял ее на какую-то старую мебель Которая на складе стояла А ее не думали снова вставить в часы? Не, народ только растеряется Если часы снова начнут идти Давайте с ним поболтаем еще О, я Гайброш Трипвуд Я Гайброш Трипвуд Ничего себе Ух ты Тебя назвали в честь Гайброша Трипвуда? Ну, можно и так сказать Славно О, наконец-то Я собираюсь найти легендарную тайну острова обезьян Просто прекрасно Такое ретро Если захочешь ее выставить У тебя на примете уже есть подходящий музей Музей у вас тут самобытный Спасибо, я в него всю душу вкладываю Я прямо тащусь от всех этих древних пиратских приблуд Древних Когда рядом со всем этим находишься Реально чувствуешь себя частью чего-то большего Скажи же, да? Я и так часть чего-то большего Именно Тут вообще есть ценные экспонаты? Охранный попугай тут не просто для пиратского флера Глазная повязка Джона Лани Незаменимый экспонат Она венец всей коллекции Как это неудивительно Я купил ее на дворовой распродаже Они понятия не имели, что продавали А у вас тут есть карты леса? Нет, на этом мы не специализируемся В лавку в городе заходил, кстати, вот да Карту для леса купить хорошая идея Это вот я сам не додумался почему-то Расскажи мне об этом твоем вестнике В пиратском вестнике Мы печатаем пиратские новости, пиратские истории, пиратские стихи В принципе, все пиратское Вижу, у тебя деревяшка на одной ноге Хотя обе ноги у тебя в порядке Я ее для вида ношу Туристам нравится, дети вечно просят примирить Это одновременно мило и жутко Это музей для тех, кто считает, что нападать на корабли И убивать команду на живо ради весело Это звучит весело Тушей Тушей Ну, посмотрите Пожалуйста, сделайте Классно Так А вообще Нет, вот что заметил Для начала, конечно, сохранимся В главном меню есть достижения Пристально осмотреть все товары в лавке Уолли То есть мы что-то там не досмотрели Вот буквально чуть-чуть осталось Так Разделить удачу, освободить Отиса Найти все копии книги на краю доски Что? Правильно ответить на 10 вопросов Так, это викторина-викторина Но вот в лавке Уолли надо будет еще раз там Это Поглазеть всякое Опа Сразу в глаза мне бросилось Давайте посмотрим, что там Так, стоп Она тут в конце, что ли? Вот это Сколько всего каменных обезьян Можно найти на третьем кольце? Да херозно Если оно третье, может быть три Это крекерная смесь Ее надо испечь, чтобы крекеры получились Разработано специально для здоровой попугайской диеты Все, что ли? Тут реально ничего больше нету Это никогда не заканчивается для ножа Для ножей всегда плохо такое заканчивается Ну ладно Это никогда не заканчивается для ножа Вот здесь мы были На верфи мы еще не были Так, давайте на верхнюю улицу тогда Это выход с городу Нам надо сюда Во Во Не расскажешь еще раз, что тебе нужно, чтобы нарисов... Ага, так Про лесную карту он собака ничего не говорит Что мы тут не досмотрели? Еще один монокль? Ничего себе А ну теперь мы сможем номерок рассмотреть Монокль всегда может пригодиться Один монокль хорошо, два еще лучше Опа Так, собственно Еще я тут не посмотрел, какую еще из карт Длинная, но мелкая карта далеких земель Ох, похоже, там у них прохладненько Эта карта показывает двоих сторонах глоба Это двоих ценах Волли, можно взять одну из этих карт? Конечно, если за нее заплатите А если деньгами Костануть Я тебе сейчас что-то должен? Мне так не кажется Поговорить с Волли Это мы все смотрели Что еще? Ну, это хорошо Какая приятная карта О, эта выглядит красиво Сколько стоит? О, эта? Очень дорого Так, мы ее тоже изучали О, наверное, вот эту мы не изучали Такую я раньше не видел Или вот эту маленькую Несколько мелковата И несколько дороговато Так, это морских чудовищ я тоже изучал уже Остальные карты Эй, Волли До свидания Эй, Волли Скажи мне опять, что ты нуждешь Для меня сделать маппу к дереву Просто дай мне Слышку леса, которые нужно сделать маппу До свидания Ясно То есть он нам карту леса не даст Пока мы ему эту швабу не притараканим Ясно Понятно Ничего себе Я пропустил листочек Вот это да Ой, не туда Вот сюда нам Что из этого не нужно Для создания куклы Вуду? По-моему, прав мертвеца не нужен Но я не уверен Пять полос точно нужна Нет Она навсегда исчезла Ну-ка Можно переиграть Понятно Или нельзя Подождите Нельзя Офигеть Она исчезла Реально Офигеть И даже сохранение Не помогло Вот Сука Обидно Очень Прям максимально Обидно Я возьму Эта Офигеть Она может помогать Кто-то Офигеть Даже Очень Девушки Трансгрессии Так А я же брал уже Лягушку Вуду-девушка сказала Это Офигеть Офигеть Определ Девушки Сам аук Подождите Офигеть Офигеть Хоп-хоп-хоп, пошатались, пошатались Ух ты, это еще одна карточка что ли? Или это та же, просто ее перепрятали О, Вуду Леди зовут Карина Ладно, давайте под двойной лупой сейчас пойдем посмотрим че там на замке А, крыстал-клеер Я просто это сделаю А еще я знаю, где можно приготовить печенюхи Есть же камин в этом, в баре О, ничего себе, как хитро Совсем не видно ее О, Дэйв Гроссман начал работать в Lucasfilm Games Вау, хо-хо, ну тут только гуглить, если честно Ну я даже могу сейчас прямо интернета ради это сделать В режиме онлайн, так сказать Так, Дэйв Гроссман О, сразу на него Википедия выпадает Давайте посмотрим Так, что у нас здесь Так, Дэйв Гроссман, да, Дэйв и правильно все ввел Что-то не могу найти Присоединился к Lucasfilm Games 1989 году Вот так вот Нагуглил Наглейшим образом Нагуглил Ай да мы, ай да мы Google Master Race Окей Мне кажется, просто в игре нигде не узнать эту информацию Поэтому я ее так наглейшим образом загуглил Ага Нельзя туда закинуть Так, а если тебе попытаться ее дать Испечешь мне крейкеров, если дам тебе смесь? Это смесь для дома и офиса Мы профи, с таким не работаем А если я ее просто в печь запихну сам? Нет, ясно Она сказала, что это извинительная лягушка Ну ладно Извинительная Так извинительная Пойду попробовать Ограбить Так, это не карточка, не карточка Теперь вообще надо все время с зажатым табом ходить Чтобы ничего не пропустить Мало того, что карточку можно пропустить Еще и Как оказалось, просрать эти карточки Ох ты, подождите, а может здесь у меня получится? Увы Пожаловаться на пиратских лидеров Эти новые пиратские лидеры такие противные Посмеялись надо мной денег, на экспедицию не дали Почему вы меня не предупредили? А ты бы послушал? Конечно, ладно, скорее всего нет Музей Идем обратно А, фу, я же ключ-то не сделал Ой, дурак, куда я бегу? Я ключ-то не сделал, ага Просто вообще Сначала на верхнюю улицу сделаем ключ Привет Привет Можете вы отключить по этому серийнику? Это отключ от современной музейной витрины Коллекционер? Да, марки коллекционирую Блин, ее там точно раньше не было Милую тебя попугай, а еще он очень сердитый, но мама его обожала Похихикать над ключом от музейной витрины Похоже, ему все равно Я тут крекерную смесь нашел Ты сможешь спечь крекеры прямо в своем гарнире? Спасибо Те, что на тарелке уже порядком подоздержались Хочешь, возьми их Не откажусь О Нормас Можно поработать на станке? Нет, я бы не хотел, чтобы ты пальцев лишился Классно У меня достаточно, чтобы last Для пропитания достаточно Так, что за вопрос у нас? В хижине цинкагоев можно увидеть Огромный цинкодок Дофиг знает, что это за хижина такая вообще Все, теперь легально проникаем в музей Насколько это возможно Сначала по тупому Попытаемся просто вскрыть замок Нужно сложить его и на склад отнести А после разберусь, что не так с замком А потом я могу узнать, что происходит с замком Нужно выглядеть хорошо Мне нравится что-то красивое Это полностью Попытается Попытается Му-м-м Достаточно, попугай Я попрошу тебя покинуть музей, пока я не разберусь с замком для этой витрины Музей, когда я узнаю, что происходит с моим дисплей-кейсом Офигеть Офигеть Я проверил витрины, кажется, все в порядке, так что мы снова работаем Так, ну мы посмотрели, что может произойти в таком случае Тем временем в особняке Чего ты от меня хочешь, Лейн, чтобы я выступила с манифестом? Конечно же нет, Карла Нам нужно заручиться поддержкой народных масс Я работаю над этим Местные не очень жалуют ограничения, даже если они для их же блага Но мы можем Обязать корабли, плывущие на север, отвечать определенным требованиям У нас там уже есть пропускной пункт, так что инфраструктура на месте Неплохое начало, ЦНГ серьезная проблема, так давайте сделаем все, что сможем Согласно Я устала от дороги Есть что-то еще на повестке дня? Кофе? Так, давайте посмотрим, что там после пропажа появилось О, привет, у меня плохие новости, кто-то украл глазную повязку Ланни О нет, некоторые совсем не уважают частную собственность Это случилось сразу после того, как ты ушел Ты случаем никого по пути назад не приметил? Ни души Кроссворд? Нет, по факту Кроссворд? Вообще-то нет Думаю, чего бы еще в коллекцию прикупить У музея теперь нет главного экспоната, потому что кто-то умыкнул мою повязку Не могу понять, как они вообще мимо моей охраны пролезли Я сейчас же ее удвою Хорошая идея Хорошая идея Ты выглядишь занят Я Похоже, ты занят, ага Предложить мою лошадиную броню в качестве экспоната Знаешь, что должно быть в каждом уважающемся пиратском музее? Комплект лошадиной брони Я еще вернусь Ха-ха, нормально Там нечего красить Хе-хе, попугай пикающий Скромная классика, прямо как я Но сейчас ее надевать мне не нужно Ммм, то есть вот как они выкрутились-то Что он не может в ней ходить, он ее так примерил и все Понятно Давайте тогда ее зачаруем Заколдуем Можешь исправить это? Аааа… Знаменитая глазная повязка Джона Лани Как я и думал, а магический заряд уже давно истощился. Хорошо, отлично, ты можешь снова зарядить? Могу, если... Если... Если принесешь мне еще одну вещь, определенный амулет Великой Силы. Да, е-мое. А раньше сказать об этом не могла? Могла. Ты должен принести мне укол, тысячу игл, тогда я смогу перезарядить твою повязку. Укол, тысячу игл, а можно поподробнее? Нет. Ладно, посмотрим, что у меня получится. Класс. Так, где его искать? Хотела бы я знать, я тоже. Ну, понятно, вот-вот и поговорили. Так, давайте тогда сходим в губернаторскую. Че-то так. Так, строк. Нет, это же разное. Вот, типа, вот есть тут точка. Вот, это же старый универмак, это записка, это разные точки все-таки. Продолжение следует... Трекция. А-а-а. Трекция. 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 Говермент стафф, ну понятно. Это много работы, быть говернатором. Вау, это лучше, чем я думал. Я помню, когда у Стэна тут в бывших употреблении судах столько факелов сразу горело, будто на карнавале. Окно забито, а внутри очень темно. Это что, старая зубная щетка? О, нам надо ее забрать на него. И карточку вот тут. Гайбраш ходит... Че? Ну, тоже понять не имею. В брифах, наверное. Имущество этого предприятия было консисковано для удовлетворения коллективного иска. Хорошего вам дня. Тут написано «Стэн». Очень жаль. Очень жаль, у Стэна продавались лучшие, подержанные суда в округе. Очень грустно, что вверх теперь в таком состоянии. Ох, я помню, первый раз, когда Стэн пытался меня обобрать. На этой стороне острова навсегда кажется больше. Было время, когда у каждой тумбы был пришварцован подержанный корабль Стэна. Странная масса. Это старая высохшая морская губка. Не знаю, зачем она нам. Она хорошо успокаивает нервы. Ладно. Было время, когда у каждой тумбы... Понятно, да. Стэн с ним корабли, мол, теперь оно все прогнило. Стэн использовал это, чтобы чистить его корабли. Все все осталось. Я не хочу шумать мой наверхненький блестящий нож. Не знаю, мы рандом просто все перебираем. Звучки все перебираем, и оно очень твердое. Это старый тумбок? Так, вступить в команду Личака. Найти тайну острова. Захватить корабль. Найти шваберное дерево. Сделать швабру. Достать укол тысячи игол и принести его в Удуледи. Вот это новое, да. Угу. Угу. Удовы все оборудованы, и оно очень твердое в них. Это старый тумбок? Все ключи в золоте. Каков отдел ключей? Так, о, и здесь карточка появилась. Что особенного... Что особенно не любит Гайбраш? Ни хрен его знает. Только для персонала. А, кстати. Не вижу тут ничего полезного. Ну, то есть... Под замок не подобрать нам ключик. Ну да, логично, что не подходит. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Тюрьма это как плохой завтрак, мелкая, жирная и с животом проблемы. Так, сохранимся. Эй, Стэн! Здравствуйте, сын! Я был на верфи, твой офис забит досками. А щетка твоя по логике вещей внутри заперта. Ну, тогда даже в голову не бери, сынок. Я тут в углу дохлую сороконожку нашел. Сойдет, пока я отсюда не выйду. Класс. Большая часть серийного номера стерта. Ни в какую не хочет. Ну, в тюрьме хотя бы свет есть. Ну, по крайней мере, у них две лампы. Так, пока не отчаиваемся, ходим, думаем. Со всеми болтаем. Эй, Вали! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну тогда в баре нужно попробовать с кем-нибудь поболтать. Ну, и с ней заодно можно еще. Казочек. Эй, что это? Ничего нового. Ничего нового. Субтитры сделал DimaTorzok. Ничего нового. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну, понятно, все то же самое. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. ДимаTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. ДимаTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Идем еще раз в книжке, тогда потрогаем. Пойдем, еще раз в книжке, тогда потрогаем. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Ну, предано, наверное Дедак próxim Так, давайте еще раз Это для тебя. Дорогая Карла... Это красивый сентимент. И выглядит, как ты едешь одну вещь. Ты можешь сделать лучше. Я обожаю твоего собака. Дорогая Карла... Извините, что я потерял книгу. Я обожаю, что ты жесткий. Как показано по вашим действиям в Санте-Каталине, пожалуйста, принимайте мою мудрость. Я желаю сделать лучше в будущем. Это для тебя. Дорогая Карла... Ох... Вижу, ты пытался написать что-то личное, но всё напудал. Но тогда ты их ошиблась. Ты совсем меня не знаешь. Я обожаю твоего собака. Дорогая Карла... Извините, что потерял книгу. Ты применил Нина до бестакности. Я обожаю твоего собака. В Портобело. Как показано по вашим действиям в Портобело. Пожалуйста, принимайте мою мудрость. Я желаю сделать лучше в будущем. Это для тебя. Дорогая Карла... Это очень красивый сентимент. И выглядит, как ты даже знаешь что-то про меня. Одна вещь. Ты можешь сделать лучше. Я обожаю твоего собака. Да... Твою мать. Ладно. Предлагаю тогда в следующей серии попытаться там узнать, что она хочет видеть в этом письме. Вот мне уже пора бежать, так что на этом закончим. Всем спасибо за просмотр и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok